Наше неправильное питание, недосыпание, постоянные стрессы, к сожалению, влияют на состояние нашей кожи. А еще у нас с возрастом исчезает подкожный жир, кожа на лице теряет влагу, становится тусклой. Из-за этого появляются мимические морщинки. К сожалению, остановить старение нельзя, но точно можно замедлить. В этом нам отлично помогут маски для лица, приготовленные дома. Сегодня расскажу об одном интересном рецепте маски с крахмалом, которая может стать серьезным конкурентом ботоксу. Достоинства домашних масок очевидны, ведь они готовятся из тех ингредиентов, которые есть на кухне почти у каждой хозяйки. Плюс маски для омоложения лица, приготовленные дома, полностью натуральные. В них не содержатся консерванторы, стабилизаторы и прочие ежки, которыми переполнена покупная косметика. А еще домашние маски позволяют сэкономить и не тратиться на салоны красоты. Кстати, напишите в комментариях, вы обращаете внимание на состав косметики или нет? Ни одна маска из магазина не будет содержать 100% натуральных ингредиентов. А дома вы точно будете уверены в составе маски. У меня есть видео, в котором я рассказываю о некоторых составляющих косметики. Обязательно его посмотрите. Подсказку вы найдете в конце видео. Поставьте лайк этому видео. Вам не сложно, а мне будет приятно, что вы оценили мой труд. И подпишитесь на канал. Здесь вы найдете много полезной информации, которая проверена на мне и моих подругах. А теперь записываем рецепт маски, после применения которой кожа будет выглядеть гладкой и подтянутой. Нам с вами понадобится крахмал 1 столовая ложка, мед 1 столовая ложка, сметана 1 столовая ложка. Лучше брать 20% и вода. Крахмал разведите холодной водой, чтобы получилась консистенция молока. Размешивайте до тех пор, пока не исчезнут все комочки. Теперь поставьте эту смесь на плиту и нагревайте, постоянно помешивая. Нам нужно получить густое состояние смеси. Далее снимаем с огня и остужаем. Добавляем сметану, размешиваем. У нас получается консистенция такого густого крема. Осталось добавить мед. Хорошенько размешать и нанести на подготовленную кожу лица и шеи на 20 минут. Эту маску можно наносить под глаза, где много мелких морщин. Напомню, что если у вас густой мед, его лучше применять после водяной бани. Тогда будет проще его размешать. Эффект от применения этой маски будет заметен уже после первого применения. Можете делать маску 1 раз в неделю или в те дни, когда вам нужно отлично выглядеть. Если еще не поставили лайк и не подписались на канал, сейчас самое время это сделать. А еще нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезности о том, как выглядеть моложе своего возраста лет на 10. Друзья, до новых встреч! Пока-пока!